В прошлый раз мы говорили о том, какие утверждения делает эволюционная биология. Мы говорили о том, что существует слабое и сильное утверждение эволюционной биологии, если помните. О том, что не только в ходе эволюции живые существа изменяют свои свойства, но, право того, еще и они имеют общее происхождение. То есть, в момент времени жили общие предки всех живых существ, которые живут сейчас. И мы с вами пытались это доказать. Я не пытался показать всю базу доказательную, которая у нас есть к этому движению, что жизнь действительно развивается в ходе эволюции, но я вам привозил, если помните, один пример про псевдогеты. Про то, что существует общая последовательность у разных видов, которые, собственно, ничего не делают, никакой функциональной роли не играют в последовательности ДНК в участке нашего генома. А тем не менее, совпадают между разными видами. Например, между человеком и шимпанзером. И, кроме того, не только сами эти последовательности совпадают, а также совпадают ошибки, которые, собственно, эти гены выключают. То есть, мутации, которые, вообще говоря, вредны. И очень понятно, с чего бы им совпадать, если не общность происхождения, если не тот факт, что человек и обезьян, в данном случае шимпанзе, имели когда-то общего предка. И дальше мы с вами договорились говорить дальше об механизмах эволюции, о том, собственно, каким путем эволюция происходит. И о том, что эволюция действительно происходит и происходила в течение 3,5 миллиардов лет, последнее, в этом нет никаких сомнений ни у кого. Но о том, что, собственно, является движущей силой эволюции, сейчас до сих пор можно в какой-то степени спорить. То есть мы еще не все на эту тему понимаем. Ну, например, существуют так называемые нейтральные процессы, которые мы с вами разговаривать не будем. Ну, а вот на уровне ДНК, процессы, связанные с случайным накоплением мутации и с генетическим дрейфом, оказываются очень мощным эволюционным фактором. Но все-таки самый главный эволюционный фактор, и про это более-менее все согласны, это что? Какой самый главный фактор эволюции? Мутация – это необходимый фактор эволюции, но все-таки я бы сказал, что не самый главный. Пожалуйста. Окружающая среда, а посредством чего она оказывает влияние на эволюционный процесс? В общем, в смысле, вы правы. Адаптирование, а по-другому, как сказать? Пожалуйста. Потому что организмы приспосабливаются. Но почему они приспосабливаются? Как называется тот процесс эволюционный, который помогает им приспосабливаться? Еще раз, кто сказал? Естественный отбор. Зачем, собственно, нужен естественный отбор? Почему нельзя просто взять и эволюционировать без них? Ну, мы с вами в прошлый раз говорили, что геном – это такой огромный, очень большой длинный текст. Наш геном – это текст 3,5 миллиарда букв. Ну вот, почему этот текст не мог без всякого естественного отбора просто взять и возникнуть сам по себе? И понятно, что не мог, потому что это не просто текст, это текст насыщенный, который описывает такое сложное живое существо, такие сложные живые существа, как мы с вами. Вот эта вот цитата из школьного учебника, к которому, я надеюсь, что никто из вас не учится, это очень плохой школьный учебник. Создан он для обучения православных в гимназиях, но я думаю, что и православным тем более к нему не стоит учиться, потому что здесь, конечно, просто полная ерунда. Цель автора учебника была в том, чтобы доказать, что эволюция не существует. И, на самом деле, он наговорил очень много разной глупости. Ну, значит, вот, в частности, здесь есть аргумент, приводится, который очень часто приводит разного толка и реакции, если пытается доказать, что жизнь не могла возникнуть сама по себе случайно. Как, якобы, говорят дарвинисты. Значит, смотрите, что это говорится. Согласно расчетам ученых, вероятность появления простейшего нового признака составляет всего 10 мин в 275 степени. Это число столь мало, что безразлично, сколько времени мы будем ждать подобной мутации, год или миллион лет, в одно особи или в миллион лет. За все время существования Земли не смог бы появиться ни один сложный признак. О чем здесь идет речь? Всегда с таких лженаучных текстов, будьте к этому готовы, я думаю, что вы за вашу жизнь с этим часто столкнетесь, там в них всегда не пишется 100% ерунды. В них всегда пишется 90% ерунды, приправленная 10% правдой. И тот, кто что-то на эту тему слышал, его вот эти 10% правды могут как бы немножко смущать, заставлять задуматься, что действительно может правдоподобно. В чем здесь речь? И речь все в кодеке. Давайте представим себе, вот еще раз будем думать в терминах текст, про наши геномы, как про такие вот длинные тексты. И сколько действительно, каким образом мы с вами говорили про то, каким образом эти тексты изменяются. Они изменяются в ходе мутаций, то есть мы случайно заменяем по одной кукле. Сколько нам нужно ждать, для того, чтобы возник такой сложный текст, каким является геном? Ну кажется, что, значит, если случайно заменять по одной кукле и пытаться достичь одного единственного текста, вот такого сложного, как, например, мой или ваш геном, придется ждать очень долго. Ну давайте попробуем это количество оценить. Давайте возьмем какой-нибудь геном попроще. Человеческий геном очень сложный и очень длинный. 4 миллиарда. Давайте возьмем что-нибудь попроще. Ну вот есть какие-нибудь бактерии. Недавно такой предприниматель и ученый Фрейг Бентер, знаменитый, добился того, что можно назвать синтезирование искусственной жизни. Он взял, на самом деле, уже существовавшую клетку, то есть он творил не с чистого листа, но все-таки он взял клетку одной бактерии и вставил в нее геном другой бактерии. Но геном этой другой бактерии он сам синтезировал в пробитку. Причем очень сложный он здесь иного процесса, но, значит, собрал по очереди из отдельных нуклеоксидов. И фактически у него получалась вот такая новая бактерия, микобактерия, которой геном он туда вставил. Вот этот вот геном имел длину 1 миллион. То есть это, значит, типичный, например, бактериальный геном имеет длину такого порядка. Давайте возьмем еще что-нибудь покороче. Какой вообще самый короткий геном, который бывает? Мы с вами сегодня, если успеем, или в следующий раз будем говорить про вирусы, вот у вирусов характерная длина генома от порядка 10 тысяч. У вируса гриппа или у вируса иммунодефицита человека геном имеет длину 10 тысяч. Можно ли еще короче? Вот это самое короткое подобие генома, которое мне известно, это на самом деле даже не вирус, а такая штука, которая называется сателлит. Это паразит паразитов. Это вирус, который живет на вирусах растительных клеток. То есть ему для репликации нужна не только растительная клетка, не только клетка, как любому вирусу, но еще, чтобы в этой клетке присутствовал еще другой геном. И вот здесь вот на этом слайде записан полностью полный геном этого вируса. Вирус, точнее. Он имеет длину 794 нуклеотеля, или буквы. Предположим, что нам нужно создать вот такой вот текст. Значит, только такой вот текст у нас будет делать, кодировать, нужный нам вирус, мы будем пытаться, случайно составляя вместе буквы, достичь вот такого вот текста. Знаете, есть такая метафора, про то, что шимпанзе, когда печатает на пишущей машинке, понятно, что она печатает вирусу, но если она будет печатать долго-долго, очень долгое время, то в конце концов она в том, что она напечатает, будет все санны на Шекспире, например. Просто очень-очень долго придется печатать. Сейчас представим, сколько, собственно, ей придется печатать. Сколько разных текстов длиной 794 буквы ей придется перебрать, для того, чтобы получить работающий вирус. Сейчас вы мне это почитаете. Если нам бы нужен был текст... Давайте посчитаем вот что. Сколько вообще существует разных вариантов такого текста длиной 794 буквы? Это значит будет... Если у нас будет это число, мы будем знать, сколько нам разных вариантов нужно перебрать примерно, для того, чтобы найти и сколько. Давайте начнем с чего-нибудь более простого. Возьмем текст длиной 1 буквы. на четырех буквенном агрессивном алфавите. Сколько существует возможных вариантов текста длиной 1 буква? 4. Все понимают, почему. Значит, это может быть текст А, текст С, текст Т, и текст Д. Возьмем теперь текст длиной 2 буквы. Сколько существует разных вариантов текста длины 2 буквы? Для каждой из 4 первой буквы, у нас есть 4 возможные вторые буквы. А, С, Г, С, Д для А и так далее. И всего 16. То есть у нас будут тексты либо АА, либо АС, либо АГ, либо АТ, либо СА, С, С, В и так далее. Все поняли? Значит, если у нас текст длиной 1 буква, то у нас возможных текстов 1 единственный. Так, ладно, у нас возможных текстов 4. Если у нас текст длиной 2 буквы, то у нас возможных текстов 16. Если у нас текст 3 буквы, то у нас 64. А если текст у нас длиной К? 4 в степени К. Сколько или мало? Возможных вариантов вот такого текста существует 4 в степени 794. Давайте прикинем, на что похоже это число. Понятно, что оно большое, но насколько оно большое? 4 794 в степени примерно равно 10 в 5 сотой степени. Может быть, вы слышали такое число Google? Корпорация Google, она названа через число Google. 10 в сотой степени. Вот это 10 в 5 сотой степени. То есть 10 с пятью стами нулями. Ну, для сравнения, число атомов во Вселенной, по современному оценку, это примерно 10 в 80 степени. Число секунд, которые прошли с момента возникновения Вселенной до нашего времени, это примерно 10 в 17 степени. Поэтому, если бы все атомы во Вселенной каждую секунду, раз в секунду, пытались бы сложиться, ничего другого не делали, кроме как пытались бы сложиться вот такой вот текст, они бы успели перебрать всего-навсего 10 в 97-й разных вариантов. Что гораздо-гораздо-гораздо-гораздо меньше, чем то число вариантов, которые нам нужно перебрать, чтобы случайно сладко повидеть. А еще это самый-самый простой геном. Понятно, что такая эволюционная речь, как наш с вами геном, случайно возникнуть не может. В этом смысле коллега Гертьянов совершенно прав. Что он упускает? Упускает он то, что эволюционные биологи совсем не говорят, что текст возникает случайно. А что вы проржестрируете? Возьмем короткую фразу, но на этот раз скажем по-русски. Потревожим еще раз память дяди Евгения Онегина. Возьмем фразу «Мой дядя есть с самых честных правил». И будем пытаться случайно ее получить через 3 возможные буквы разные, как в русском языке. Пусть еще в одном уровне, то есть 3-4 возможные буквы. Это такой геном. Длина этой фразы 29 символов. Сколько нужно перебрать вариантов, пока мы найдем? 34-29 степени, совершенно верно. Давайте возьмем и сделаем компьютерную программу. В биологии полезно. То есть, здесь результат получается и так, но просто чтобы это проржестрировать, я сделал компьютерную программу. В вычислительной биоинформатике, в геномике очень часто приходится программировать, и поэтому многие биологи учатся это делать. Вот значит, я сделал компьютерную программу, которая будет случайно перебирать такие фразы. Она будет брать случайную фразу. Случайно ее как-то изменять. Изменять в ней одну букву. И смотреть, не получилось ли случайно фраза «Мой дядя самых честных правил». Если не получилось, она снова будет заменять одну букву и так далее. И продолжать в таком же духе. Когда она это проделает, то она становится. Вот, я запустил здесь эту программу. И видите, у меня здесь идут поколения такие, поколения 1700-1800 и так далее. То есть, сколько разных фраз я перепробовал. И вот здесь вот всякие разные фразы. И здесь написано, сколько отличий от целевой фразы, от той, которой мы пытаемся прийти. А сразу «Мой дядя самых честных правил». И в основном здесь 28-29 много отличий. То есть, в основном, все эти фразы совершенно не похожи на «Мой дядя самых честных правил». Сколько так случайно, не перепирай. Давайте ее оставим. Я буду читать пока лекцию, а она на фоне, поскольку мой компьютер многозадачный. Он может сделать две вещи одновременно. Кто здесь упускает фиоцианизм? Они упускают понятие естественного отбора. Что такое естественный отбор? Совершенно фундаментальное понятие «баберцы». Предположим, у нас есть какая-то оси, которая размножается. Между этими детьми, которые получились в результате размножения, существует различия. Причем не просто различия, а различия, которые наследуются между этими поколениями. То, какой признак у мамы, влияет на тот, какой признак у ребенка. Это первое необходимое для естественного отбора. Второе, что необходимо. Чтобы эти различия влияли на число оставленных потомков. То, что эвакционисты называют «преспособленностью». «Приспособленость» – это просто число оставленных потомков. Давайте введем такие вот понятия. Приспособленность — это среднее число фотомок, которое составляет волосы к данным генотипам, к данным геномам. Ну и еще нам будет полезно слово «адаптация». Это такой вариант генотипа, который увеличивает приспособленность. Оказывается, что всего-навсего вот этих двух предположений достаточно для того, чтобы начал работать естественный отбор, который является мощнейшим эволюционным фактором, который создает что-то приспособленное, что-то действительно соответствующее условиям внешней среды, без всякого внешнего вмешательства. Как это работает? Ну вот еще раз. У нас возникают мутации. Про мутации мы с вами в прошлый раз вначале немножко говорили. То есть какие-то изменения генотипа, которые приводят к изменениям генотипов. В различиях генотипа возникает какая-то изменения. Мутации бывают вредные, бывают полезные, бывают нейтральные. Нейтральные они на что не влияют. Вредные мутации, значит, особи с вредными мутациями, не оставляют дальше потомства. Поэтому отбор их устраняется. Особи с полезными мутациями, наоборот, оставляют дальше больше потомства, чем особи без мутации вообще. И размножаются. И дальше, если считать, что здесь самое полезное, чем темнее цвет круглочка, тем лучше, видно, что в любых камерах у нас круглочки становятся все темнее и темнее. То есть популяция становится все приспособленнее и приспособленнее. Заметьте самую важную вещь. Мутации абсолютно случайны. Мутации ничего не знают про то, что такое хорошо и что такое плохо. Это самое главное свойство естественного отбора. Дальше на эту случайную изменчивость действует отбор. Мы сами мутации случайно. В этом смысле креационисты правы. Мы действительно, эволюционные биологи, действительно предполагаем, что изменчивость эта возникает случайно. Но только дальше на нее действует естественный отбор. И оказывается, что естественный отбор может создавать совершенно неправдоподобно хорошие генотипы. Давайте еще раз запустим ту же самую программу, только с небольшими изменениями. У нас будет, мы будем пытаться зададиться той же самой фразой, но теперь мы это будем делать немножко другим алгоритмом. Я это тоже программирую. Мы будем брать предковую фразу, делать в ней случайные мутации, то есть случайно, точнее, не эту предковую, а случайную предковую фразу. Делать в ней случайные мутации, то есть случайно ее изменять. И делать в такие сто случайно измененных фраз. Это будет наше как бы потомство. И мы будем смотреть, нет ли среди этого потомства каких-нибудь фраз, которые чуть-чуть, хотя бы немножечко более похожи на вот эту фразу, которую мы ищем. Нет ли такого, что в каких-нибудь фразах, в каких-нибудь позициях стоят правильные буквы. Если такие фразы ждут, мы будем считать, что они способствуют естественный отбор. И дальше размножаться будут вот эти фразы, которые поближе к моему идеальцам, честно говоря. Если таких фраз не будет, у нас заново просто будет происходить новый цикл мутации. Оказывается, что если... Здесь, как видите, у нас все считается по пряжнему. А здесь давайте запустим вот эту вторую программу. Оп! Всего-навсего за 67 поколений из абсолютно случайной фразы, которая не похожа, вот здесь какой-то мох, дяш, плыр, ны, савир, ничего общего. Но постепенно, постепенно, постепенно эта фраза становится все больше и больше похожей на мой дядя самых честных правил. Здесь в конце осталось заменить только одну букву, она долго не мог найти ее, потому что не было соответствующей мутации. Тут мох, дядя самых честных правил, тут мох, дядя самых честных правил. В конце концов, нашелся за 67 поколений, это самый вариант нужный. Видите? Очень быстро, вообще говоря. Всего у нас все за 67 поколений. Давайте еще раз запустим. Сколько в другой раз? Сейчас это потребует времени. Тоже мы начинаем с какого-то мутера. Движемся, 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 движемся. Немножко помедленнее. Это в этот раз происходит, потому что нужной мутации дольше не нашлось. В конце концов, она обязательно найдется. В этот раз на 180-м колене нашлась нужная комбинация правил этой мутации. Я, может, сразу эту комбинацию закрепить. Видите? Оказывается, что благоприятные мутации, которые у нас есть, могут происходить, учитываются гораздо большей вероятностью. И таким образом можно создавать удивительное совершение генотипа. Вот этот естественный мутер, он, собственно, этого и добивается. В этом способе можно добиться не только такого простого генотипа, постепенного совершенства генотипа, который хуже, но и такого сложного генотипа, как наш с вами генотип.